День российского студенчества Всех-всех-всех поздравляем, желаем творческих успехов, конечно же, счастья. Нашу Татьяну Дмитриеву тоже поздравляем с большим удовольствием, ведущую программу «Город С». Ну а вы, друзья, в прямом эфире можете также поздравить своих любимых Татьян по телефону 202-11-22. Не стесняйтесь, звоните, рассказывайте, поздравляйте. Все сделаем для того, чтобы сегодня Татьяну наши улыбались. А поверьте, Татьян сегодня будет предостаточно. Мы с большим удовольствием сегодня расскажем о самых известных, знаменитых, интересных Танях, Танечках нашего города. Вот одна из них сегодня гостья нашего первого блока. Известный визажист, стилист, умница-красавица Татьяночек, меня зовут Таня. Добрый день, с праздником! Добрый день, Юля, спасибо! Ну как настроение в этот день обычно ждешь? Как ты волнуешься? Ну для меня это скорее нон-стоп череда праздников, потому что позавчера я отметила свой день рождения. Сегодня у меня, да, именины. День рождения с одной стороны, именины с другой стороны. И поэтому праздники продолжаются, один плавно перетекает до другой. Ну обычно много поздравлений, я так понимаю, да? Очень. Очень. А есть ли, допустим, какая-то история, связанная с твоим именем, почему решили назвать Татьяной? Мама очень хотела дочку. Так. Мама очень хотела Таню, поэтому все получилось так, как хотела маму, за что огромное ей спасибо. Я своим именем очень дорожу, очень люблю, считаю, что очень мне подходит, поэтому... Тут какой-то длинной истории нет, но история есть, она заключается в том, что все сложилось так, как было задумано изначально. Ну и плюс еще, наверное, мама очень хотела, может быть, родить тебя 25-го. Чуть-чуть. Не знаю, вот тут не знаю. Ну понятно. Ну расскажи о студенческих своих годах сегодня, вспоминаем так или иначе, какие-то моменты, может быть, на кого училась, пригодилось ли тебе это в жизни? Мне мое образование пригодилось очень, и я очень рада, что все так сложилось, как вот есть на данный момент, потому что первое образование было по специальности дизайн, второе по специальности реклама. Я не работаю напрямую ни по одной из этих специальностей, но они мне обе помогают в том, чем я занимаюсь теперь. Так, если кто еще не знает, чем Таня занимается теперь, это, конечно, тоже, наверное, история далекая-далекая. Как это было? Это было 8 лет назад. Я работала еще вообще в другой сфере, я работала менеджером, но мне всегда было интересно, тем более, что художественные навыки были. Рисуешь хорошо. Да, и творчеством я занималась, несколько другим. Было очень интересно, и просто оказалась рядом человек, который меня очень сильно поддержал, поэтому все сложилось так, как есть. И с какого-то момента все так активно начало происходить, все закручиваются, встречаются новые люди, происходят какие-то события, что сейчас уже сложно понять, откуда все началось. Но то, что все не заканчивается, и слава богу, это точно. Ну, расскажи вообще, как так получилось, например, что ты стала совмещать еще и функции не только визажиста, но и стилиста. В принципе, по фото понятно, что мы видим их сейчас на экране. Человек модный, разбирающийся в тенденциях и стилях. Как вот так получилось, что ты начала еще и преподавать? Появилась девушка, ну, точнее, появились вопросы желающие. Я не думала, что я в себе имею какие-то силы на это, но из-за большого количества запросов я решила попробовать. Я взяла одну девочку для того, чтобы ее консультировать, а потом от нее пришла еще девочка, откуда-то возникла еще одна, еще одна, еще одна. После участия в конкурсе от марки косметики они обратились ко мне для проведения тренингов, плюс салон красоты, какие-то еще коллеги, фотостудии. Ну, и так, как снежный ком, все это накапливалось, и теперь можно сказать, что обучение поставлено на какую-то более или менее стабильную такую систему. То есть ты, можно сказать, нашла себя, да? Я думаю, что да. Мне очень нравится, я могу совмещать и более такие технические аспекты в своей работе, и творческие моменты там присутствуют. То есть я могу переключать свое внимание с одной стороны профессии на другую. Но неизвестно, как сложится жизнь, так я еще молода. Так, то есть какие-то мысли, куда ты еще хочешь? Нет, мыслей никаких нет, но я не отрицаю, что в 60 лет мне стукнет в голову, я не знаю, стать архитектором, и я буду какой-нибудь камень, я не знаю, под 4 часа в день по нему стучать и создавать что-то новое. Я не знаю, но на данный момент и на ближайшее будущее это то дело, которое доставляет мне истинное удовольствие, и пока я не собираюсь. Просто зарекаться не хочется. Нет, конечно. Посмотрим через 8 лет, какие будут успехи, мало ли. Можно такой вопрос задать? Сколько же примерно как выглядит или сколько весит багаж, с которым ходит визажист на мероприятия или на какие-то... У меня есть большой чемодан на колесах, но если собирать все, то его мало. Сколько это весит, я не могу сказать, потому что все вместе я, наверное, ни разу не вывозила с работы. Но это достаточно ощутимый вес. Это не маленькая косметичка, как многим представляется. И многие удивляются, что все это можно использовать. Так или иначе. Конечно, друзья, это инструментарий, который пригодится, мало ли что, какая ситуация возникнет. Давайте немножко с вами поиграем. Телефон прямого эфира 202-11-22. Раз мы говорим о сегодняшнем празднике, Дне российского студенчества, Татьянином дне, с какого же года официально у нас в России 25 января считается Днем российского студенчества. Не так давно это случилось. Если знаете, звоните. 202-11-22. Какое производное от имени Татьяна тебе нравится больше всего? Мне нравится Танюша. Танюша? Да. Часто ли тебя так называют? Просишь? Да, очень. Никого не прошу, но часто. Есть ли в твоем окружении Тане, которых можно поздравить сейчас, прямо глядя в камеру? Я думаю, да. Боюсь кого-то обидеть, вдруг я кого-то забуду. Но сегодня утром, когда я проснулась, сразу вспомню про мою знакомую. Одно время мы как-то плотно общались, сейчас поменьше. Это Танюша Горяйнова. Она вокалистка, певица. Танечка, я тебя поздравляю. Это такой прекрасный для нас день. Оставайся такой же невероятно красивой, лучезарной, очень талантливой девушкой, развивая себя в разных сферах. Большого здоровья и огромного счастья. Скажи, пожалуйста, вот Татьянин день, как бы, я не знаю, особый такой праздник, может быть, для многих и девушек с этим именем, и, может быть, для всех тех студентов. Вот как, может быть, его хочется провести сегодня? Что будет у тебя? Каков день? Понятно, что уже обед, но все равно, наверное, планы есть. У меня, скорее, это не отдельно, Татьянин день. Я никогда он им не был, потому что это через день и после дня рождения. То есть... Поэтому я, честно говоря... Пока еще на подъеме на таком. Да, да, это еще не спад, а такое послевкусие после личного большого праздника. Ну, есть какие-то формальные дела, которые просто запланированы вечером. Не знаю. Так, Татьяна вечером свободна, если что. Звоните. Ну, кстати, нам позвонили уже, и давайте выяснять, кто это сделал. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Нина. Нина, очень приятно. Нина, как вы отмечаете, Татьяне, день? Есть ли знакомые среди вас с таким именем? Да, у меня есть такие знакомые. Кого хочется поздравить? Я бы хотела поздравить Пинтина Татьяну, это моя снаха, с праздником, пожелать здоровья, кстати, мне оно сейчас очень необходимо. Очень. Хотела бы поздравить Даншину Татьяну, бывшую свою сотрудницу, тоже пожелать ей здоровья и всех благ. Здорово. Скажите, вы наверняка знаете правильный ответ на наш сегодняшний вопрос. Ну, давайте, говорите. Ну, мне кажется, с 2005 года. Кто-то подсказал, наверное, там группа поддержки у вас, Нина, есть? Слышно? Привет группе поддержки. Действительно, да, спасибо большое. С 2005 года мы празднуем день российского студенчества, и вам достается пригласительный билет на выступление юмориста Игоря Маменко. Сходите, поднимите себе настроение, ну и, конечно, кого-нибудь с собой в компанию обязательно захватите. Танюша. Да. Ну что, искренне мои поздравления тебе, спасибо большое, что пришла, удачи, творческих успехов. Через 8 лет я не говорю, что встретимся обязательно здесь, но очень хочется, чтобы что-то еще ты в себе открыла, нашла. Может быть, ты откроешь свой собственный салон, может быть, у тебя будет своя школа, может быть, ты вообще уедешь из Самары куда-нибудь на другую город или страну. Искренне желаю, чтобы все мечты сбывались. Спасибо большое. У нас впереди еще Татьяна. Не переключайтесь, у вас есть возможность какую-то свою любимую Таню поздравить здесь, в эфире. Звоните 202-11-22. Все новое в жизни, все интересное самое в это время проходит. Во-первых, это мои одногруппники, которые меня все время поддерживают, и они очень замечательные. Также запомнится учеба, экзамены. Это же сложно все-таки, но это нужно. Ну, беззаботная жизнь, молодая жизнь. Вот чем, тем и запомнилась. Жизнь, ну, как вот, там, эмоционально очень активная такая. Вот у меня все время какие-то картины такие связаны с какими-то поездками вот куда-то, там, какие-то, ну, взлеты, там. Ну, то есть какой-то командный такой вот дух. Студенческие годы для меня – это годы серьезной работы, потому что моя профессия – это не дня без отдыха, без проектирования. Экватором сессий и учителями. Друзья, какие-то интересные лекции были, мероприятия вне студенческих, ну, в смысле, вот, общестуденческие какие-то, общинститутские. Наш и ваш, Татьянин, день продолжается. Здесь, в эфире, в нашей студии появляется еще одна известная самарская Татьяна. Татьяна Мастерова, дизайнер, вообще просто удивительный, творческий, талантливый человек. Таня, здравствуй, с праздником! Да, спасибо большое. Ну, вот тоже вопрос, особый ли это для тебя день? Да, несомненно, конечно. Это вообще праздник, который отмечает вся моя семья. То есть, по сути, мама вообще говорит, что это как второй день рождения, на самом деле. Это день ангела, да, в честь святой мученицы Татьяны, праздник, то есть, православный. Поэтому это очень важно в моей семье, такое событие. Ну, а почему Таня решила тебя назвать? А бабушка всегда знала, что, вот как только мама узнала, что будет ребенок, да, то бабушка сказала, что там Танечка. То есть, изначально, это, вы говорите, нет, нет, даже, говорит, ни мальчик, никто, изначально, там точно Танечка. Так и получилось, поэтому, так вот. Ну, тебе твое имя нравилось? Были ли какие-то моменты, что не нравилось, например? Всегда нравилось. Вот, да, у меня еще тетя Таня моя родная есть, в принципе, тоже, когда уже родители серьезно задумались, да, о имени, то решили, что... Тетя была за, наверное. Да, тетя за, что все-таки в честь нее вот так назовем. Плюс еще бабушка знала, что там Танечка. То есть, бабуля, как бы, знала все изначально. Да, да, да. Здорово. Скажи, а какое твое, вот, любимое производное от имени? Таточка, Танюшечка, да. То есть, зовут? Тата, да. Татой зовут, понятно. Скажи, пожалуйста, вот, студенческие годы все-таки, где училась и пригодилось ли тебе это? Если вдруг интересное что-то, может быть, вспомнится. Ну, какой вопрос? Где училась? А, где училась. Ну, я училась, у меня вообще два высших образования. Вот. Первое педагогическое, а второе дизайн и конструирование одежды. Вот. Поэтому мне, в принципе, пригодились обе профессии, обе специальности, потому что непосредственно сейчас я работаю с дизайном одежды, с созданием одежды. А педагогическая деятельность мне понадобилась уже сейчас на этом этапе, так как я уже делюсь своим опытом. Я преподаю различные мастер-классы по стилю, по дизайну, да, по образу, да. То есть, я уже потихонечку, вот это мое педагогическое образование пригождается. Я преподавала в свое время в детском центре творческом. Так, обращались по имени, отчеству. Как у тебя отчество? Татьяна Владимировна. Татьяна, каково это, да, уже вот чувствовать себя педагогом Татьяна Владимировна? Ну, непривычно. Честно говоря, когда у меня была педагогическая практика, было очень так, как будто я какая-то такая взрослая тетенька Татьяна Владимировна. Вот. Но, с другой стороны, было приятно, потому что деток я очень люблю, и дети меня тоже любили. То есть, вот как-то у меня очень хорошо сложилось, вот, но все-таки меня больше склоняло на дизайн одежды. Чем сейчас занимаешься таким интересным творческим? Что, может быть, готовишь в очередной раз? Удивишь нас? Да, удивлю, да, готовлю новую коллекцию, постоянно идет творческая работа, новые проекты совместные с визажистами, со стилистами. То есть, это как смена имиджа в такой вот... Полностью, что ли? Полностью смена имиджа человека, да. То есть, визажист работает в своей сфере, стилист, парикмахер в своей сфере, а я меняю именно в плане одежды. И в итоге получается, как говорится, до и после, да, снимите это немедленно, что-то типа того. Если нас смотрят сейчас наши зрительницы, которые так или иначе хотят поменять что-то в своей жизни, как вот, что-то, какие-то критерии должны быть, история какая-нибудь должна быть или что? Да, абсолютно. Люди обращаются, да, и, в принципе, мы подразумеваем брать абсолютно всех, кто желает. То есть, пожалуйста, вот, грубо говоря, ВКонтакте или где-то меня находите, звоните, нужна помощь, потому что, как правило, когда меняем образ, то меняется сознание, меняется в итоге у человека жизнь в целом. Карьера идет по-другому. То есть, внешний вид, он очень важен, вот, как ты себя воспринимаешь. Ну, в том числе, и это еще влияет на внутреннее состояние, особенно если это женщины в возрасте, бывают такие вот тоже. Это такая психология тонкая. Ты не только меняешь внешность, ты еще меняешь и восприятие себя, самооценку повышаешь намного, вот, у женщин, особенно в возрасте. Глаза горят у Татьяны, когда она об этом рассказывает. Фотографии я ведь тоже нашла, не просто так, давайте посмотрим. Таня всегда, так или иначе, в окружении своих прекрасных моделей, своих прекрасных коллекций. Это, кстати, друзья, со съемок нашего замечательного новогоднего фильма. Да, прекрасного фильма. Где Татьяна тоже охотно, охотно очень согласилась принять участие. Ну, рассказывай сама, что я, как говорится, тут хлеб отнимаю. Да, ну, это презентация салона «Лексус». было, ну, здесь это фотография моей замечательной подруги, фотографа Маргариты, Маргарита Арт. Да, вот это у нас был офис совместный, вот мы фотографировались. Тут похоже какую-то актрису. Да, это тоже в салоне. Вообще, на самом деле, это такая случайная фотосессия. Я зашла в салон к Марине Хальзовой, вот, говорю, давайте сфотографируем. Ну, давайте. Да, вот это вот просто прекрасная фотография, мне очень нравятся съемки этого проекта новогоднего нашего. Вот здесь и Марина и компания. Да, это постоянная работа совместная моя с прекрасными специалистами, с Аллой Романовой, с Хэллоу, с Хальзовой Мариной. Вот так оглядываясь назад, думала ли ты, что такой, ну, действительно удивительный успех ожидает тебя как дизайнера, когда, например, только начинала обучение? Я не думаю никогда об успехе, о каком-то там популярности или что. Я, в принципе, этим живу. Каждой своей клеточкой, буквально, да. То есть я знала с самого детства, что я буду этим заниматься, и я буду этим заниматься на протяжении всей своей жизни. А я просто без этого не могу. Это вот как наркотик, что ли. Ну, даже нет, наверное. Просто это моя жизнь. Я, если у меня этого нету, значит, просто чего-то не хватает. Какого-то большого куска моей жизни, моей судьбы, реально просто чего-то не хватает. Вот одна из твоих, как я понимаю, полоски сезона. Да, и коллекция «Сахар», коллекция «Победительница». Да, это, конечно, для меня большая гордость. Это вот последняя фотосессия с коллекцией «Клер». Вот, совместная тоже наша. Есть ли мысли рвануть куда-то, в другой город, может быть, в другую страну, развиваться, расти, куда-то еще учиться? Нет, несомненно. Конечно, планы большие. Хочется развиваться, потому что хочется еще большему количеству людей показать, что ты можешь, да, вот твое внутреннее выплеск творческий. Вот, конечно, хочется развиваться, и я буду развиваться. Я знаю, что я буду развиваться, я знаю, что я достигну большего. То есть, когда ты достигаешь какой-то ступени, то всегда перед тобой следующая цель. То есть, предела совершенства нет. У меня постоянно возникают новые идеи, новые цели. Вы думала ли ты об этом, да, когда закончила педагогическое образование и все-таки решила? Думала. Думала? То есть, уже тогда мысли? Да, так как я педагог географии и биологии… Я уже думаю, кстати. Да, так, так. Вот, у меня получается так, что на лекциях половина тетради были в лекциях, а половина тетради были в зарисовках с одеждой. Поэтому, в принципе, я всегда знала, что я все равно когда-нибудь, но я добьюсь. Я приду вот к своей мечте. Ну, как бы вот с педагогикой не совсем сложилось, но… Хотя мне пророчили, что у меня будет хорошая карьера педагога. То есть, мне это, в принципе, нравилось. Но чисто внутреннее состояние и внутренний голос мне говорил, что нет, вот это не то, тебе надо вот другое совсем. Вот видите, как бывает, друзья. Если вы, кстати, смотрите на свою, может быть, маленькую Танечку или не Танечку, неважно, как зовут ребенка, приглядитесь. Может быть, не хочет человек идти в политех, хочет рисовать. Может быть, не хочет идти куда-то там в какую-то специальность, есть какие-то способности. Не зарывайте их глубоко-глубоко, потому что, так или иначе, они вылезают на поверхности. Человек проявляет себя так, как он должен, как он хочет, как он может это сделать. Таня, ну есть ли какие-то Тани, Татьяна, Танюша знакомые, кому хочется сказать? Я так понимаю, тетушку в любом случае будем поздравлять. Ну да, тетя Таню, мою любимую, замечательную, я поздравляю, желаю ей здоровья, я ее очень люблю, я ее целую, при встрече я ее еще раз поздравлю. Ну, на самом деле, Татьяны у меня действительно как бы тоже много в окружении, поэтому я, наверное, в общем скажу всех Танюшек, будьте всегда любимы, красивы и пускай всегда на вашем пути горит зеленый свет, чтобы все цели достигались и чтобы мечты всегда сбывались. Ну это самое главное, наверное, я так понимаю, вечер все равно какой-то должен быть особенный. Ну, вечер тоже пока не знаю, под вопросом, что, да, как бы сейчас уже планирую поехать к родителям, то есть это уже ритуал обязательно, мама, подарки, поздравления, то есть сначала родители, а потом же вечером пока не знаю. Понятно. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, если вы хотите кого-то поздравить, если у вас есть любимая Таня, Танечка, Танюшу, без разницы, как вы называете своего дорогого, близкого человека, дерзайте в прямом эфире, здесь можно поздравить, что-то сказать, приятного привет передать, ну или, может быть, действительно поучаствовать в наших конкурсах. А конкурс у нас будет уже совсем скоро, будем разыгрывать пригласительные билеты в кино. Это киномечта на любой из фильмов, которые там сейчас идут, на двоих, так что дерзайте. Таня, ну а вот понятно, что дизайнер так или иначе хочет свой дом дизайнерский, свой магазин. И есть ли что-то такое сейчас? И в мыслях, может быть, что-то стоит уже? Ну да, как факт, да, конечная цель, это действительно большой дом-мод свой, это большая мастерская, да. Изначально, когда я посмотрела фильм «Коко Шанель», да, вот это вот предел моих мечтаний, когда у меня большой свой дом-мод. Да, но сейчас пока на этом этапе у меня есть шоурумы, где можно приобрести мои вещи, да. У меня сейчас клиенты, мастерская, где мы работаем с клиентами. Вот пока так, но к этой цели все равно двигаюсь, и я думаю, что все это будет обязательно. Точнее, не думаю, я уверена в этом. Это самое главное. Друзья, если вдруг хочется чего-то удивительного, элегантного, красивого, дизайнер Татьяна Мастерова, я думаю, с большим удовольствием что-то создаст для вас, создаст удивительную красоту. Таня, творческих успехов! Спасибо большое. Таточка у нас была сегодня мастерова в гостях. Впереди еще знакомство с одной Татьяной, тоже интересная, удивительная девушка. Ну а вы, друзья, звоните на 202-11-22, не переключайтесь. Человек должен сам себе задать цель и ее достичь. Поэтому нужно иметь силу воли, и, мне кажется, можно. Можно, если правильно настроить себя, то можно вылечиться. Каждой болезни нужен как бы свой подход. Если настроиться на выздоровление, то ты сам себе и поможешь. А если нет настроек, то ни одни лекарства не помогут. Ни в коем случае. Мне кажется, нужно в больницу идти, как нормальные люди. Конечно, конечно, может. Я даже в этом уверен. То, что может, если человек, если он хочет этим вылечиться, то он вылечится. Ну, предположим, вы заболеете раком. Как можно собственной мыслью вылечиться? Или там, типа, не на язык, конечно, какой-нибудь такой болезнью серебезной. Это же нельзя, это же надо же лекемии лечиться. Конечно, конечно, может вылечиться силой собственных мыслей. Так как ты себя настроишь, так ты и будешь жить. Все-таки помощь специалистов, наверное. Как ты не думаешь, как ты не пытаешься, без специалистов никак. Я, конечно, знаю то, что есть такой термин, как это психологическое убеждение, ну, самовнушение. Но я не думаю, что это работает. Ну, такой природный существует, я слышал об этом. Ну, были такие случаи, в книгах читала. Вот, ну, так вот, не знаю. Мне кажется, можно, если верить, чудеса есть, я думаю, да. Я в это не верю. То есть думаете, что нужен специалист, все-таки нужно найти врачам профессионально? Да, да, ну, таких тоже не всегда везет, не всегда попадаются. Своими силами, конечно, можно вылечиться, но хотя бы проконсультироваться, как надо лечиться для того, чтобы вылечиться. В первую очередь, этот человек должен верить в себя. В первую очередь, естественно, что самолечение допустимо, но не должно являться основным способом получения здоровья, избавления от болезни. То есть обязательно нужно консультироваться с специалистом и быть под контролем. Был один случай, когда, в общем, один человек обратился к одному врачу. Он сказал, есть ты и я, и есть болезнь. Будешь третьим. То есть чью сторону выберешь. Врач, конечно, нужен, но человеку тоже много зависит. Конечно, от нас действительно многое зависит. И сейчас от вашей реакции, быстроты и, может быть, не знаю, какой-то силы волшебной или силы вашего мобильного телефона, кто-то получит пригласительные билеты в кино. Смотрим на экран. Тут два задания. И только выполнение двух заданий может принести вам приз билет в кино. Нужно назвать фильм, что это за фильм. И, собственно, какая же, может быть, из Татьян, известных наших актрис, играла в этом фильме. Звоните. 202-11-22. Ну, а в нашей студии еще одна Татьяна. Это руководитель клуба русского традиционного танца «Повертуха» Татьяна Давыдова. Таня, добрый день. С праздником. Спасибо, Юлия. Особый ли день для тебя это? Особый, да. У меня это как второй день рождения. То есть, получается, что для Таня, День Татьяны, такой еще один повод приселиться? Да, да, да. У меня мой день рождения летом, а вот Татьянин день зимой. Мне так очень удачно получилось. Какой-то, может быть, есть момент, история с твоим именем связанная? Ну, истории как таковой нет. Меня папа Яной хотел назвать, но мама нашла такое компромиссное решение, что Татьяна будет. Вроде бы и Яна есть, но все-таки другое имя. Никак она Яну не хотела. Меня хотели назвать Викой. Викой. Да, папа очень хотел. Да? Видите, как бывает. А какая-то твоя любимая, может быть, уменьшительно-ласкательная Татьяна есть? Танюшка. Меня мама всегда, меня все и в детстве, и до сих пор. Меня Танюшкой зовут. Муж меня Таником зовет. Таником? Да. Как интересно. Здорово, друзья. Но у нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Елена. Елена, очень приятно. Елена, отмечаете ли как-то Татьянин день? Есть ли любимая Таня какая-нибудь, дорогая, сердце? Ну, к сожалению, знакомых нет, Татьяна. Ну, день, студенчество. Я поздравляю всех с Татьяной. Спасибо. Спасибо большое, Елена. Ну, давайте отвечайте на вопрос, что же за фильм и что за актриса. Здесь мы загадали сегодня. Фильм «Самообаятельно и привлекательная актриса Татьяна Васильевна». Это правильный ответ. Спасибо большое. Отправляйтесь в кино, в киномечту. На любой из сеансов билет на двоих вам достается. Спасибо большое. Ну, а мы говорим сегодня еще о студенческих годах. Вот где училась и пригодилась ли тебе твое образование студенческое? Вот жизнь какая-то, может быть. Ну, у меня, да, студенческая история длинная. Изначально, ну, с самого детства я пела русские песни, и, как бы, казалось бы, профессия определена. Но меня как-то после 11 класса занесло немножко. В ту степь, да, я поступила в архитектурно-строительный университет, на экономический факультет. Вот это да! Ну да, отучившись там год, поняла, что не мое, не хочу здесь больше быть. Да, мне хватило года, и мой дорогой любимый муж меня все-таки, так сказать, направил в нужное направление. Я поступила, я перевелась в Академию культуры. Вот, ее закончила, успешно закончила, вот, и очень-очень этому рада. То есть, получается, тоже сначала не поняла, как бы, что ближе, что нужно, к чему тянется. Ну, да, 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 как бы, хотелось, как говорят, сначала приобрети нормальную профессию. А, то есть, всем творческим людям там, как говорят, да, сначала отучись где-нибудь, да, получить диплом. Ну, видишь, не пошло. Но, я так понимаю, не жалеешь нисколечко? Нет, не жалею, потому что я работаю по специальности, я работаю с детками, мне это безумно нравится. Они меня радуют каждый день, каждый урок приходят с горящими глазами. Я вижу, что им это нужно, и мне это нужно, и мы так, у нас это все взаимно. Завод по имени-отчеству? Конечно. А как зовут? Татьяна Владимировна. Тоже Татьяна Владимировна. Как интересно складывается сегодняшний эфир. Татьяна Владимировна, ну, каково это вот быть действительно уже взрослым человеком, передавать опыт, какие-то знания давать? Чувствовать вы Татьяной Владимировной? Не Танечкой, не Таниккой. Ну, да, ну, на самом деле это очень ответственная такая, ответственная работа, потому что ты должен понимать, что ты вкладываешь в ребенка, и как он это воспринимает, нравится ли ему, то есть ребенка нужно, во-первых, заинтересовать, чтобы ему это нравилось, чтобы он захотел это взять, да, чтобы вот было это интересно, чтобы он загорелся, конечно. Что за, если кто не знает, клуб традиционного русского танца «Повертуха» и как давно он образовался? Ну, он образовался не так давно, нам всего три, вот четвертый год пошел. Мы там занимаемся русской традиционной хореографией, изучаем русскую традиционную пляску. Также кадрили, ездим по Самарской области, собираем кадрили, собираем пляску, и вот как бы разучиваем ее с нашим клубом, а потом транслируем уже на вечерках, на вечерках, которые я веду в Самаре. И вот мы записали не так давно диск по Самарским кадрилям. Диск-видео? Видео-диск. Серьезно? Да, это медиапособие, по которому можно обучиться кадрилям Самарской области. Всегда было интересно, вот каково это, как вы узнаете, к кому ехать, и конкретно человека, как вы находите, к кому можно, как говорится, приехать, записать, описать, посмотреть, показать? Ну, на самом деле, срабатывает какое-то, не знаю, чутье, наверное. Мы выезжаем в район, который, по старым данным, богат на фольклор, и там уже разъезжаемся по селам и уже расспрашиваем бабушек. То есть сначала узнаем, есть ли в селе старожилы, и какого они года, и могут ли они что-то знать. И тогда уже, выезжая к ним, уже спрашиваем по песням, расспрашиваем по танцам, по обрядам, по костюму. Как реагируют? По-разному реагируют. Некоторые, которые не подготовлены, могут нас и выгнать. Серьезно? Конечно, потому что сейчас очень много ситуаций, когда... Ну, и обманывают стариков, конечно, такое недоверие. Но в основном, конечно же, с распростертыми прям объятиями нас и впускают и в дом, и всегда и напоят чаем, и расскажут много разных интересных историй. Это очень интересно. Ну, вот так вот. Не, как говорится, получилось у Тани, может быть, это даже, мне кажется, сейчас к лучшему стать ведущим архитектором, да еще и экономистом в этой сфере. И вот бросила, как бы не побоялась этого, и сейчас действительно нашла себя. Фотографии тоже есть, они самые-самые разные. Тань, давай посмотрим, потому что действительно заходишь на твою страничку, и глаза разбегаются. Ну, вот эта фотография мне очень нравится. Рассказывай. Ну, да, я в сентябре 2015 года вышла замуж, вот это мой любимый муж, и у нас было венчание, вот в такой традиционной русской одежде мы венчались. Ну, это, собственно, фотография с вечерок уже, вот с последней вечерки, которая у нас была в Самарском центре русской традиционной культуры на Ленинской 61. Вот, ну, это тоже у нас такая... А почему так вот решили все-таки, да, прям вот в таком стиле? Ну, мы этим занимаемся, мы живем этим, и даже вопроса как-то не возникало. То есть вы венчались в церкви? Да, мы в церкви венчались. Какая-то, например, батюшка отреагировал на вас таких красивых. Он был... Вы консультировались с ним как-то, советовались, наверное? Нет, мы просто как-то вот так пришли, он очень удивился, он говорит, как будто я в XIX век попал. То есть вы не предупреждали, просто в день приехали, да? Нет, мы не предупреждали, причем наши и гости, и друзья, они все были в традиционной одежде. Вот это да. Да, у нас такая вот была. Памятная получилась, да? Да, да, да. Вот каково это, как бы, ну, быть таким вот двигателем этой культуры самой русской, обучать людей и понимать, что люди-то загораются, они же видят, что как бы это интересно, тем более вот на вас любо-дорого поглядеть. Ну, это действительно интересно. И самое главное, что вот в фольклоре и в традиционной культуре на нее неинтересно смотреть со стороны, в ней интересно участвовать. Даже кто вот к нам приходит на вечерки и сидит просто за столом, наблюдает, вот неинтересно ему. Но как только он встает в первый танец, да, он сразу же загорается, сразу он не останавливается больше, то есть до конца вечерки он танцует с нами, веселится. Ну, а что будет интересно человеку, который просто придет, может быть, первый раз ничего не зная, в стандарт традиционной культуры? Что там вот полезного для детей, для взрослых? У нас много чего там есть. Для взрослых у нас проводит, вот Андрей Михайлович Давыдов, он проводит клуб, у него русской традиционной песни «Исток», то есть там можно научиться петь русскую песню, правильно научиться петь, да. Это на самом деле очень сложно, это не просто так, да, как... Сел, как говорится, и запел. Да, сел, и запел, и, как говорят, заорал. Вот, это действительно, этому нужно обучиться, вот, как бы он проводит такие вот занятия. У меня, я по танцу, но я больше с молодежью как-то общаюсь с детками, у нас там проводятся мастер-классы и по кукле, и по традиционной кукле, которые детки сами делают, и много-много-много всего интересного. То есть, если так, человек просто случайно даже зовет из интереса, что-нибудь для себя найдет? Да, 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 да. И начнет ходить регулярно. Я думаю, что да. Приобщаться и развиваться. А в клуб танца? Как попасть, если кто-то захочет? Ну, нужно просто позвонить. Какой-то, я не знаю, есть ли дресс-код, отбор, кастинг? Ну, какого-то отбора нет. Вот изначально мы принимаем всех, кто хочет. Да, ну, кто вот хочет, тот постоянно и ходит. Если он пришел раза два, ну, значит, он не хочет ходить. Вот, ну, как-то вот нет какого-то такого желания. Принуждать никто никому не будет? Нет, нет, мы не принуждаем никогда никому. Ну, вот, друзья, если вам интересно, обязательно, обязательно зайдите, посмотрите. Тань, ну, вот, наверняка тоже есть кого поздравить, кому что сказать, самого доброго, светлого. Может быть, есть какая-то Таня, или просто всем, всем, всем. Вот камера напротив, пожалуйста. Ну, у меня не очень много знакомых Татьяны. У меня есть Татьяна, Татьяна Анатольевна Мачкасова. Это мой педагог, который вел у меня диплом в институте. Знаем, знаем Татьяну Мачкасову. Звольте голос, который тут тоже был. Более того, у нас с ней в один день день рождения. Да, мы с ней родились. 31 июля. 29 июля. А, 29. Да, да, 29 июля мы с ней родились. Нас обеих зовут Татьянами. Вот я ее поздравляю. Нашли друг друга. Да, я ее поздравляю. Я ее очень люблю. Желаю, чтобы она оставалась таким же двигателем в русской традиционной культуре. Еще у нас в моем клубе есть Танюша в Повертухе. Я ее тоже поздравляю. Я девчоночек своих очень люблю. И всех-всех-всех Татьян поздравляю с этим замечательным днем, с Днем Ангела. Хочу, чтобы ваш ангел-хранитель вас всегда хранил. Ну, у вас мощный ангел-хранитель. Ну, да. Это чувствуется. И не только, если кому-то не знает историю праздника, обязательно, друзья, зайдите, почитайте, поскольку святая очень сильная и девочкам действительно повезло. Ну, а вам, дорогие друзья, хочется сказать большое спасибо, что были с нами, что звонили. Если вас зовут Татьяна, ну, проведите, может быть, этот день сегодня как-то по-особенному, как-то духовно, может быть, а не только с близкими, родными. Ну, а Татьяне Давыдовой, в свою очередь, хочется пожелать творческих успехов, развития. Может быть, что-то интересное в этом году нас ждет. Что-то откопаете такое вот эдакое. Может быть. Может быть. Приходите к нам на вечерку 20 февраля, кстати. Вот, друзья, кстати, 20 февраля. Приходите, встретимся непременно. Хорошего настроения, хорошего начала недели. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!